Тогда давайте начинать. Значит, мы, наверное, представимся. Мы на себя взяли такую смелость провести такой вебинар. У нас было за неделю приглашено очень много гостей, очень много наших коллег. И сегодня мы будем проводить это мероприятие. Светлана. Представим. Здравствуйте, друзья. Тот, кто уже присоединился, тот, кто на походе посмотрит записи начала нашей встречи. Я дизайнер интерьера, я в профессии уже очень давно, с 95-го года. Как я шучу, я работаю с тех самых пор, когда люди даже еще толку не знали, кто такой дизайнер и зачем он нужен, но это было очень модно. И поэтому дизайнеры нанимались с большим удовольствием. Таким образом, я работаю на объектах, не только выполняя проекты, но я веду объекты, авторские назвали комплектацию с 95-го года. Это все-таки уже чуть более 25 лет. И, исходя из этого, я много повидала, скажем так, и имею, конечно, определенный опыт в комплектации и подборе материалов. Опыт проб, ошибок, опыт работы с надежными, не очень поставщиками. И сегодня вот наша трансляция из шоу-рума моих, одних из любимых поставщиков, очень ответственных, добросовестных, профессиональных, узнающих ребят, которых я люблю уже не только как поставщиков, а как друзей. Потому что работа с добросовестными поставщиками рано или поздно перерастает в человеческие, дружеские отношения, потому что люди надежные, они и в жизни надежные. Так уж получается. Спасибо огромное, спасибо за доверие. Давайте, я представлюсь, меня зовут Леонид Клебников. Я эксперт по паркету, потому что я работаю с 1998-го года. Я начинал как мастер-паркетчик, я работал руками. Потом около 12 лет я работал технологом. То есть я работал на объектах, я ввел объекты. Я общался с клиентом, ездил на приемку работ, на сдачу работ, на рекламацию. Стоишь в полях? Да, конечно, конечно, конечно. И в конечном итоге в данный момент я директор московского представительства компании «Вернисаж». И со Светланой мы знакомы уже действительно очень давно. И рады нашему совместному сотрудничеству. И сегодня будем с вами делиться опытом на тему того, как найти золотую середину при выборе паркета. Мы сегодня договорились, что у нас будет такой очень простой диалог друг с другом, а также с нашими зрителями. Друзья, поэтому если у вас сразу по ходу дела будут возникать какие-то вопросы, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам сообщения. Сегодня нам помогает наша команда «Вернисаж Москва». У руля Гордея Айбашлык, наш директор по развитию, он, собственно, будет нам помогать читать все ваши комментарии, задавать нам вопросы, но постарайтесь все. Да. Друзья, пишите, мы ни один комментарий не упустим, ответим на все, даже короткие вопросы. Да. Светлана, я хочу задать вопрос. Вот все знают, что сейчас мы живем в очень-очень такое интересное время. Вот какой сейчас образ клиента, то есть как можно описать клиента. Я очень от многих слышу, что клиент очень сильно поменялся в последние годы, и теперь клиент хочет по-прежнему качественный паркет, качественные деревянные полы, хочет это сделать очень-очень бюджетно, но при этом, чтобы это было все так же ярко, красиво. Я прав или нет? Или же все-таки клиенты есть разные? То есть не все клиенты стали такими, которым надо вот прям… Ну да, что-то такое бюджетненькое, экономное. Ну, люди разные, конечно. Часто бывает, что даже люди весьма состоятельные, уважаемые, статусные. Имеют характер такой черту, что вот любят они сэкономить. Вот зачем платить больше такой девиз, да? И часто приходится объяснить, в чем преимущество. Почему надо работать не с этим материалом, а с этим. То есть клиент, он вовсе не против заплатить, он просто не понимает за что. Он должен платить в своем случае. То есть здесь мы, значит, проводим просветительскую работу. Что касается изменились ли клиенты, на самом деле клиенты, скажем так, как социальные слова, какие-то характеристики явные, изменились не сейчас. Изменились они примерно до 2008-го, после такого достаточно серьезного предыдущего кризиса. А сейчас нет, они не изменились, люди остались те же самые. И просто понятно, вот эти все испытания нашего текущего года повлияли, конечно. Люди хотят экономить, они боятся тратить лишние средства. Но тратить они их продолжают, будучи уверены, что они, ну как, что это целевые, правильные расходы. Наша задача как специалистов и поставщиков, и дизайнеров объяснять нашим заказчикам, какой выбор нужно сделать, имея тот или иной бюджет. Потому что у нас у дизайнеров и у поставщиков задачи и цели одни и те же. То есть это не позиция продавец-покупатель. Мы партнеры, у нас общая цель и общая задача. Какая? Поставить на бед качественный материал, чтобы клиент потом к нам еще не раз возвращался, но не в этом дело, чтобы он был доволен, чтобы семья жила счастливые дороги. Поэтому, скорее всего, не так, Леонид, я вставила вопрос. Клиент не изменился, требования тоже, в общем-то, не изменились, но, пожалуй, требуется больше информации, Леонид. Вот так ли я сказала? Вот я согласен. У меня на самом деле, мне кажется, что клиент остался таким же, как и был. Единственное, как, если раньше клиент очень легко расставался с деньгами, то сейчас клиент хочет сам глубоко покопаться. Он хочет убедиться, что те средства, которые он тратит, они действительно стоят того. А еще такой момент. Вот мы сейчас живем в очень интересное время. Время, когда очень многие вещи происходят молниеносно, очень быстро. Вот я даже замечаю, что многие клиенты, они хотят решения принимать быстро, и из-за этого принимают их необдуманно. Вот мы с тобой в самом начале сказали, что мы находимся в одной лодке, да? И на самом деле, мне кажется, что мы находимся в одной лодке еще и с клиентом в том числе. Да, то есть мы должны совместно поработать, что будет красиво, что будет долговечно и что будет надежно. И вот убедить клиента в том, что действительно паркет – это же такая очень долгосрочная инвестиция. Инвестиция в себя. На чем нельзя экономить. Да, любая инвестиция. Лучше не купить люстру, поставить двери через два месяца, через три, но пол положить качественно. Конечно, потому что пол – это единственная поверхность в полном помещении, с которой человек контактирует каждый день. Абсолютно. Да, то есть это прямой контакт здесь. Вот, я считаю, что, конечно, наша задача именно с клиентом поработать. То есть не просто, чтобы он, а, вот это покупай, и все, оно все одно и то же. Надо ему дать понять, из каких аспектов складывается качество, из каких вещей, на что стоит обратить внимание, что если мы сравним две одинаковые картинки, вот такой паркет и такой паркет, который внешне выглядит вроде бы одинаково. На самом деле… Даже в одной ценовой картине. Да, в том-то и дело, что стоит там разобраться, а за что действительно клиент платит. Потому что у меня вот есть такое убеждение, что стоимость, она должна рассчитываться не в момент покупки, а она должна, стоимость товара, делиться на срок эксплуатации. И вот, когда мы делим стоимость товара на количество лет, прожитых потом с этим полом, клиент и понимает, что действительно есть рациональная экономия. Правильно? Да, совершенно верно. Тут как раз, только мы с тобой при предварительной беседе, да, подготовке хотела, вспомнили вот этот аспект, что здесь важна толщина рабочего слоя. Толщина рабочего слоя, да. Толщина рабочего слоя, да. И вещь идет о паркетной инженерной доске. Потому что чем больше, чем больше раз мы сможем отреставрировать этот материал, тем больше он прослужит. И многократно отреставрированный материал служит достаточно-таки 10 лет. Это правда. А это актуально. Вы скажите, да нам столько не надо, столько не живут. Это очень актуально в закрытых домах. Родовое гнездо, где живут несколько поколений, рождаются дети, внуки, поколения меняются. И, конечно, любой правильный хозяин, глава семьи заботится о том, чтобы его детям и будущим семьям не пришлось перелопачивать этот паркет, выносить всю мебель, демонтировать старое покрытие, там, менять его на ногу. Поэтому долговечность тоже актуальна. Вот у меня тоже был такой... А тем более сейчас, извините, перебью, когда все хотят переселяться в загородные дома. Это по поводу того, чего хочет нынче наш загородчик, да? Да, да. Тем более, что в нынешнее время показалось, что очень многие вещи можно делать вообще удаленно. И поэтому действительно вопрос загородного проживания, он вообще очень актуал. Ну да, многие переселены. И многие уже работают в загородных домах и даже выезжать никуда не хотят. Вот. Но на самом деле вот я, допустим, очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что, допустим, мне клиент говорит, да, ладно, я там гостелю паркеты, мне там, я поживу пять лет и потом съеду с этого жилья. А Павел, это, наверное, в большей степени про квартиры. Это и так клиенты все сейчас так мыслят или нет? Мыслят очень многие. И сейчас так особенно молодые семьи, которые, допустим, переезжают в столицу из региона, да, там, по работе. И они селятся в небольших квартирах, которые могут позволить пока себе этот бюджет. И говорят, что вот мы сейчас пять лет здесь поживем, потом у нас будут дети, мы запланировали. Ряд через пять мы заведем детей, вот тогда мы купим новую квартиру. То есть нам пять лет вот тут пожить прям, поэтому нам все недорого, это недорого, там, в мебелике. Но правила, практика показывает и жизнь показывает, что у этих молодых ребят уже через год, через два, уже один или двое детей они продолжают сидеть в этой квартире, потому что уже дети, уже тяжело куда-то подняться с места, переехать, пока дети не вырастут. Дети вырастают, там, видимо, уже, наверное, другие проблемы появляются. Вот, и поэтому очень часто бывает, что клиент действительно верит в то, что он здесь поживет 25 лет, а остается на 20 лет, как минимум. Поэтому, конечно, вопрос долговечности, опять же, остается актуальным, как и всегда. Понятно, тогда вот у меня еще такой вопрос, вот именно вопрос как дизайнера, да. Вот у меня почему-то такое мое личное мнение, что сейчас дизайнеры очень сильно, ну, может быть, такой я термин применю, такой неоднозначно, но зазомбированы на инженерной доске. То есть на инженерной доске с готовым личным паркетом. Есть там паркет. Ну, она стабильна. Она стабильна, да. То есть это главный аргумент, который используется при выборе данного напольного паркета. Ну, по крайней мере, для меня, да. Я, честно говоря, не спрашиваю коллекцию, спрашиваю, почему именно выбирается чаще инженерная паркетная доска. Я ее выбираю за стабильность, потому что часто бывают экстремальные какие-то происшествия, да, на объектах затопления. Или, вот как я тебе рассказывала, случай, был я на объекте, да, несколько лет назад, когда мы поклеили Вайцер-паркет на основание. Прекрасное было основание. Мы наклеили паркет на доску, Вайцер на основание. В квартире еще никто не жил. Пришли без нас заказчики, хозяева. И почему-то, я уже не помню почему, они решили проветрить квартиру. Они открыли все окна в квартире и ушли. Приехали, дни через пять приезжаем мы с Русланом, потому что мы комплектовали этот объект мебелью. А было, как в стихах, значит, однажды скрыли зимнюю гору, был сильный мороз. У нас в ту пору стояло где-то минус 20-25 было на улице. Дней пять или шесть квартира стояла вся с открытыми окнами. Мы приехали, мы даже не могли снять верхнюю одежду. Было очень холодно. Я шла, говорю, сейчас придем в квартиру, я сейчас погреюсь. Мы заходим, и я понимаю, что я не погреюсь. Мы, конечно, все окна закрыли, отопление работало. Где-то часа через два квартира прогрелось, но я с ужасом бросилась смотреть, что с доской. Скажу сразу, двери МДФ, особенно в районе замков, где просвернуты, они, конечно, все расклеились. Да. И я бросила свою паркетную доску, но с удивлением обнаружила, что под радиатором в двух буквально местах чуть-чуть открылись щели между ламелями. Вот капельку совсем прям, все. То есть я бросила все вот так вот с фонариком, все поделываю, по теме было. Вот. И буквально дней, ну не знаю, сейчас уже не помню через сколько, через несколько дней этот дефект сравнялся. То есть все. Всего две, два зазора увеличились, небольшие совершенно. Это говорит о чем? Что взят качественный материал. Я, кстати, очень запомнила на одном из семинаров, рассказывали Михаил Юрьевич и ты, что Вайцер паркет славится тем, что у него качественная и правильно высушенная древесина. Даже европейские поставщики, казалось бы, конкуренты, производители паркета закупают у Вайцера древесину для производства своего паркета. Да, да. И вот после того случая в эту студию на зимний порог я поняла, что это действительно так. Вот что значит качественная высушенная древесина. То есть получается, что если бы был какой-то паркет, ну скажем так, более простого, наверное, на производителя, скорее всего здесь не обошлось бы без какого-то ремонта. А это дополнительные вложения. Опять же, если мы рассматриваем на длинную дистанцию, которую в данной ситуации получилось избежать. То есть в конечном итоге получается, что паркет, который не низкого ценового сегмента, в конечном итоге получается экономичнее обходится для конечного клиента. Ну это да, это не то чтобы реклама ради какого-то определенного производителя, а просто как пример того, как стабильно ведет себя материал, и качественный материал, правильно выбранный материал, когда он попадает в нормальную какую-то вот ситуацию. Понятно. Вот я со своей стороны тоже хочу привести пример. У нас недавно была такая история. Мы, да, там кто-то пришел, помню. Мы нас вызвали на объект, где Вайцер паркет был уложен 12 лет назад, и там произошла протечка. Произошла протечка. И некоторые доски пришлось менять. При этом доска была уложена плавающим способом. Мы вообще считаем, что плавающий способ это не лучший вариант для выкладки, потому что через несколько лет он получается не очень ремонтно прикрупный, потому что когда идет изменение геометрии доски, как правило, при демонтаже все замки ломаются. Так вот, здесь произошла протечка. Здесь паркет высушили, и клиент обратился к нам, сказал, что вот там нужно будет несколько досок поменять. И у нас получилось даже по прошествии 12 лет, за счет того, что у европейского производителя очень правильная, очень медленная сушка, то есть он очень незначительно поменял свою геометрию таким образом, что при разборе доски у нас ни один замок не поломался в принципе. То есть мы аккуратно демонтировали, мы аккуратно сложили заново, и вот здесь, кстати говоря, не очень далеко отсюда, на этом объекте сейчас живут другие люди совершенно спокойно и с этим же самым полом. То есть вот 12 лет прожили до, сейчас сделали небольшой ремонт, мы поменяли несколько досок, теперь они живут дальше. То есть получается, что вот клиент мне сказал, я говорит, после этого, мне сейчас надо будет сыну делать ремонт, я говорю, это только за этим паркетом. Потому что я на своем опыте убедилась в том, что вот даже в такой аварийной ситуации мой паркет выжил. Мой паркет выжил, и с очень небольшими затратами мне получилось, что я могу совершенно без полного монтажа, без пункта грязи, вот разобрали, собрали, живем дальше. Ну вот, кстати, здесь мы, Леонид, и подошлись к тому моменту, когда уже, наверное, может быть более конкретно осветить вопрос, как же все-таки выбрать правильное напольное покрытие на заданный бюджет, на что, прежде всего, обратить внимание. Вот ты меня, допустим, спрашивал, когда я приехала с Кланы, чего сейчас хотят заказчики, ну, по крайней мере, твои, да, как бы у тебя срез. Заказчики, понятно, во все времена и всегда хотят получить за умеренный бюджет чаще, качественный и хороший материал. На первом, скажем так, на первом плане все равно, так или иначе, человек выбирает чаще по бюджету, ну, пусть это будет бюджет, хорошо. Далее идет качество, кстати, под качеством понимают люди совершенно разные вещи, мы тоже можем этого коснуться, вовсе пусть качество. Далее эстетика, конечно, потому что некрасивый паркет даже очень качественный, вряд ли кто-то хочет покупать, хоть красивый. Вот. И почему-то очень немногие люди отмечают экологичность. Почему-то, вот, может быть, они априори считают, раз это продается в магазине, значит, это точно хорошо это можно покупать, может быть, поэтому. На мой взгляд, вот сейчас, ну, как-то в тренде экологичность, там, экология, разумное потребление, там, ну, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Поэтому, мне кажется, что еще немаловажный момент это экологичность. Здесь получается бюджет, качество, которое бывает для всех, разная эстетика и экологичность. Вот такие четыре параметра, которые я в основном слышу. Причем экологию меньше всего. Что касается экологии, спрашивают, почему не ламинат. Ну, говорить про то, что ламинат, там, он какой-то вредный, там, ну, моя позиция вредная. Но я никому этого не навязываю, на каждый угол об этом не кричу, потому что заедете вы в любой магазин с ламинатом, он там очень красивый даже бывает, неплохой совсем, и вам покажут веер просто сертификатов и дипломов, и, ну, там, не подкопаешь, попробуй скажи, что он вредный, все там нормально, гигиенические сертификаты, у них все в норме. Поэтому я молчу, не знаю, я не химика-технолог. Но я еще не посоветую ламинат потому, что, во-первых, у него нет самого важного, одного из самых важных качеств дерева в доме, на полу. У него нет свойства естественной амерцизации. Это первое. Наш позвоночник, особенно хозяин, который наматывает километраж просто по квартире за день, с кухни там, в комнату, туда и сюда, даже не обязательно при этом убираться, а просто перемещаться, наш позвоночник испытывает огромные нагрузки безъестественные. Это все равно, чтобы постоянно ходить по керамограннику примерно так же. А во-вторых, акустические свойства. Конечно. Там вот эти вот цоканье, щелканье, вот эти вот характерные такие вот пластиковые такие вот, всякие от разные звуки. Ну вот, поэтому, ну, ламинат, если не говорить про его экологичность, то все-таки для здоровья не очень полезная вещь, просто по его даже свойствам опять же. Да. В магазине действительно очень часто убеждают, что есть и все экологические сертификаты, но вот у меня был случай буквально в феврале этого года, когда мне надо было, ну, я убирался в съемную квартиру, и я поехал на одну квартиру, она была только-только отремонтирована, она была прекрасна, вот, вот, хороший свежий ремонт. Мне достаточно было просто зайти в это помещение и сделать один глоток воздуха, когда я понял, что я здесь жить не буду, я, в принципе, не смогу здесь жить, потому что я чувствую запах этого ламината. А, еще статическое элитричество. Статическое элитричество очень сильно не изучено, на самом деле, а говорят, что это очень-очень вредный фактор, когда, да, да, почему-то на это действительно очень мало обращают внимание. Поэтому вот, товарищи, я сейчас не беру коллег, наши коллеги и так все это знают, а я обращаюсь скорее к покупателям, скажем так, да, к заказчикам, потенциально нашим клиентам, выбирая то, почему не надо выбирать ламинат, мы, в принципе, сейчас рассказали. Да, но я могу сказать еще вот такой момент со своей стороны. То есть, когда мы 15 лет назад, вот, слово паркет у всех ассоциировалось это с массивным паркетом, то есть это или классический штучный паркет, или массивная доска, то есть тот, который сделан на всю толщину. И когда начала появляться, ну, самая первая, там, 15-20 лет назад паркетная доска, мы очень многие смеялись, говорили, о, с Европы, какая-то штуковина приехала к нам, ха-ха-ха, это не проживется. Кстати говоря, до сих пор такое еще в некоторых регионах России есть, они пока еще не принимают этот вид накольного покрытия, но до них тоже дойдет. Так вот сейчас, насколько я знаю, поскольку мы уже понимаем, что в столичных городах, Москва, Санкт-Петербург и многих крупных городах, и паркетная доска прожилась, и инженерная доска уже прожилась, так как сам, когда полнороса. И, конечно же, мы, ну, я теперь понимаю, что нам стоит доверять к тому, что идет к нам с Европой. Так вот в Европе, ну, все говорят, минимализм, минимализм, крашеные стены, по поводу деревянных болот, по поводу вообще, в принципе, накольного покрытия, это всегда деревянный пол. То есть это может быть просто белый потолок, это может быть белые стены, Никакие связи, турации. Да, там все простое, а полы обязательно экологичные. Полы изжили. Да, да, поэтому на это стоит обратить внимание. То есть мы... Три кита. Качественные. Мы не имеем, на самом деле, ламината уже, и я вижу, что действительно многие клиенты уже поняли, многие клиенты приходят и говорят, я в свое время сделал неправильный выбор, я просто ламинат в жизни больше его не гостелю, дайте что-нибудь мне другое. Мы уже деревянное, но будем там. Поэтому, друзья, если вы планируете ремонт, надеюсь, что вы его только планируете, не планируете, а не уже вы его сделали. Вот, если вы планируете ремонт и задумываетесь о напольном покрытии, не забудьте три кита правильного ремонта. Это правильная инженерная работа, это правильная инженерная система, непосредственно сама сантехника и напольное покрытие. Все остальное меняется очень легко. Перекрашиваются стены, меняются светильники. Ну, светильники отдельно разговаривают. Но пол поменять будет потом очень проблематично. И если совсем не позволяет бюджет, на мой взгляд, лучше я постелю одолит и заработаю на паркетную доску. Я вам серьезно позвоню, не только поеду, но и со своей здоровьей. Это правильно, потому что сделать ремонт напольного покрытия двери стоят на паркете. Конечно. На другом напольном покрытии. Плинтус, как правило, здесь очень много клеится к стене и прижимается к полу. То есть вот это все, когда надо поменять полы, это приходит к тому, что надо делать весь ремонт. Поэтому к полам нужно действительно относиться очень внимательно. Так, давайте теперь, значит, коснемся вот этого вопроса поконкретнее. Вот, допустим, я пришла, там, клиент, я, хорошо, пусть я дизайнер, я пришла и говорю, Леонид, у меня очень экономичный заказчик. Очень хороший, все прекрасно. Заказчик идеальный, но нужен экономичный материал. Очень хочется дельно иметь в квартире, скажем так, да, в товарищество квартиры. Что ты порекомендуешь? Значит, я порекомендую. Бюджетный вариант. Да, бюджетный вариант. Раньше к философии нашей компании было, что мы там работаем основном только с непропейскими производителями. Сейчас мы, конечно, понимаем, что в нынешнее время мы вынуждены находить и среди отечественных поставщиков действительно нормальных производителей. Поэтому последние полтора года мы занимались именно изучением рынка напольных, деревянных напольных паркетей. И в основном искали паркетную инженерную доску. То есть мы искали переклеенные конструкции с заводским готовым покрытием, чтобы именно была возможность вписаться в тот бюджет, который хочет клиент. Кстати, был тут параллельный вопрос. В чем разница между паркетной инженерной доской? Отлично! Это у нас был прошлый вебинар, мы объясняли. По большому счету, разница между паркетной и инженерной доской, она очень небольшая. И то и другое – это переклеенный пирог. В случае с инженерной доской, как правило, в России, инженерной доской называют фанера, на которую наклеена ценный слой, рабочий слой самого ценного материала. Паркетной доской называется такая же конструкция, просто с наличием есть замок или нет замок, и различает, собственно, паркетную доску и инженерную доску. По большому счету, и то и другое называется инженерным паркетом, то есть инженерной конструкцией паркета. По своим свойствам, по большому счету, они особенно не различаются. Так вот, смотрите, если мы сравним массивный паркет, то есть тот, который состоит из цельной древесины, и инженерную конструкцию – это может быть инженерная доска, паркетная доска – это могут быть двуслойный паркет, трехслойный паркет, на самом деле, если мы посмотрим на инженерную доску, здесь такое количество слоёв, что я даже не знаю, сколько здесь слоёв назвать правильно, сколько будет корректно. То есть это, наверное, десятислойный паркет. Потому что фанера сама по себе является многослойным паркетом. Так вот, на тему первое, что я хочу отметить, что не стоит ворсаться в выбор инженерной конструкции слепо, думая о том, что любая инженерка будет стабильная. Вот я немножко хочу, буквально на минуту, развеять этот нюх, потому что массивный паркет имеет и абсолютно правильную тенденцию вот к этому движению, то есть цельный кусок древесины, он очень активно сжимается и расширяется, в отличие от инженерной доски, поскольку здесь тонкая ламель, которая приклеена к стабильной основе фанера, а вот дальше начинается то, о чем в основном никто никогда не говорит. А есть ли стабильность в инженерной конструкции вот на это движение? Ну это от производителя, мне кажется. Это зависит от технологии, от качества склейки, от применения материалов. Массивный паркет никогда в жизни не расслоится, потому что здесь расслабиться нечему, это цельный кусок. А давайте теперь посмотрим... Он может геометрию, наверное, изменить. Он может изменить геометрию, но при этом он для ремонта пригоден, если он усоп, то при определенных условиях он может точно так же вернуться в первоначальное состояние. И вот я для примера покажу вам несколько вариантов, то есть чем мы занимались последние полтора года. Последние полтора года мы исследовали около 60 производителей и отечественных, и европейских производителей на качество именно склейки. То есть именно на качество того, насколько будет ли действительно стабильна инженерная конструкция. И вот результат. Посмотрите, вот это вот один из производителей вот так себя повел. То есть как мы делаем тест? Мы просто утапливаем небольшой кусок, как правило, нарезаем там порядка 5-7 сантиметров полностью в воде на 5 суток. После этого кладем на батарею и в течение двух недель высушиваем. Очень часто говорят, а что это за тест? Это тест на затопление. Вот, Светлана, ваш любимый, ваш любимый вайсер паркет после точно такого же теста. Посмотрите, он абсолютно целый. То есть он абсолютно нигде не расслоился. Я не говорю сейчас про то, что только этот производитель еще. У нас не рекламный, да, вебинар. Многие производители, и, кстати говоря, в том числе есть и отечественные производители, которые очень хорошо прошли такой тест. И если вот мы сравним, вот наши гости к нам сегодня здесь присоединили, скажите, пожалуйста, какой из этих видов инженерных конструкций вы бы хотели постелить себе? Тот, который нормально себя повел, или тот, который вот так вот расслоился? А это кто производитель? Я вам потом на ушко шеплю, я все-таки за этим в бизнесе, я знаю, какой это производитель. Да, я вслух никогда это делал, не озвучиваю и не собираюсь это делать. Я потому что с уважением отношусь к любому бизнесу, да, но тем не менее. Это вот другой производитель. Вроде бы на первый взгляд здесь все хорошо, но если мы посмотрим, то же самое. То есть вот оно, да. То есть вот оно идет, расслоение по клеевому шву. Вот мы здесь вот видим, вот он. Медия значительная. Это что значит? Это значит, что когда будет меняться влажность, а влажность меняется когда? Зимой, когда мы включаем отопление, становится очень сухо в помещении. Летом, когда мы отопление выключаем, становится влажным. То есть вот эти вот перепады от влажного климата к сухому, влажный, сухой, влажный, сухой. Конечно, в итоге произойдет вот такая история. Я обязательно после эфира в комментарии размещу несколько фотографий с объектов, где была такая проблема. Ну вот видите, да. То есть получается что? Лежит инженерная доска единым полем, клиент ходит и вот буквально пальцем вот так вот нажимает, эта верхняя ломель вот так вот шатается. То есть это значит, что во-первых, это очень травматично. То есть человек, когда ходит на сифро, можно зацепиться, не дай бог, это дети будут там, или там девушки из пополновых подростков. Ну, нет, ну хорошо. Мужчина-голова, женщина-шея. Я тебя все время пытаюсь убежать после темы нашего разговора. Что же делать, допустим, наши слушатели скажут, да, хорошо, но мы же не придем в магазин, не утопим все образцы и будем ждать сутки, и потом сушить их на батарее, чтобы понять, какой пакет нам сушили и купить. Хороший вопрос. И действительно, вот за эти полтора года, сколько мы проводили эти исследования, таких клиентов не было. Но месяц назад, месяц назад, мне в личное сообщение написала одна девушка, это клиент сам, которая говорила, Леонид, я уже купила инженерную доску, но еще не постелила. Можно ли мне провести ее тесты? Она отправила нам действительно кусок, мы сделали точно такой же тест. И вот что было интересно, мы тестируем не только на этот параметр, а именно на долговечность и на ремонтопригодность. Значит, заявлено было, что это инженерная конструкция с рабочим слоем 3,3 мм. По факту, после того, как мы померили, там оказалось 2,7 мм. Вот это, по крайней мере, может каждый покупатель совершать. Для этого достаточно просто взять обычную линейку. То есть вы просто берете линейку, прикладываете и смотрите, какая здесь толщина рабочего слоя. Что такое толщина рабочего слоя? Это то, сколько раз можно будет перешлифовать, соответственно, дать новую жизнь, тогда, когда сопрается защитная поправка. Второй тест. Это тест на... Да, и тут надо сказать, что не менее чем... Потому что каждая шлифовка снимает минимум миллиметр. Миллиметр, да. И еще миллиметр должен остаться, когда уже нельзя. То есть если остался миллиметр, уже шлифовать нельзя. То есть 2,7 означает 1, одну шлифовку. А если было бы 3 и 3, то можно было бы 2. А это что значит? Это значит 15 приблизительно средний срок службы ограбили на 15 лет. Это уже было интересно, потому что она говорит, ой, а я как-то даже и не догадалась взять линейку и померить. Я говорю, ну вот вы посмотрите. Следующий момент. У нее оказалось, что склейка оказалась достаточно качественная. То есть она очень активно наблюдала за нашими тестами. Я очень много в Инстаграм это делал. Выкладывал. Выдохнула, сказала, ой, я ли, спасибо, я спокойно. Можно жить, с этим все замечательно. Мы сделали тест на защитное покрытие. У нее паркет заявлен под лаком. И он действительно был под лаком, но с достаточно такими хорошими открытыми порами. И когда мы сделали тест на жидкости, то есть мы вылили небольшую лужу воды, кофе оставили на пару часов, мы увидели, что толщина лаковой пленки, по моему мнению, все-таки была не вполне достаточно. И след от кофе остался. Я не могу сказать, что это был плохой пол, но недостаточно. Это был плохой лак. Это был плохой лак. Да, плохой лак. Недостаточно. Следовательно и плохой пол. Да, да, да. Дальше. На что стоит обратить внимание? Я вот для примера приведу, и вот, допустим, давай мы с тобой сравним. Вот приблизительно очень похожие две конструкции. Это нынче модный, популярный паркет, в основе которого лежит HDF и сверху ламель из дуба. Это два совершенно разных производителя. Если мы внимательно посмотрим на них, то увидим, что вот здесь рабочий слой 2,5 мм, а здесь рабочий слой 1 мм. Ну, до свидания. То есть вот этот, его даже один раз нельзя будет перешлифовать. Даже один раз нельзя. То есть это, по сути, свои одноразовые пол. И вот здесь... Это же должно, извини, перебью на секундочку, это, ну, пусть он одноразовый, имеет место быть, кому-то, может, правда, надо на 3 года, но он тогда и стоит должен экономичнее. Знаешь, что самое интересное? Вот. Вот этот стоит дешевле. Причем процентов на 20. Чем вы? Опять же, потому что это мода, это активная реклама, а дальше глубоко никто не копает. Вот если мы действительно их сравним, то вот этот производитель где-то процентов на 20 дешевле, чем вот этот. Вот в этой конструкции. Ну, короче говоря, дорогие слушатели наши, дорогие заказчики и покупатели паркетной доски паркета, если вы покупаете паркетную инженерную доску, первый тест, который вы должны сделать сами для себя, это толщина рабочего... Толщина рабочего слоя с услугой. Да, если вы собираетесь жить в этой квартире до конца дней своих, то, конечно, нужно приобретать паркетную доску с рабочим слоем минимум миллиметров 6, это минимум. Тогда он будет действительно служить очень долгие годы и, скорее всего, даже останется детям. Конечно, 6 миллиметров это уже соизберимо. Да, если бюджет совсем не позволяет, если вы нашли качественную доску, но с небольшим рабочим слоем, и бюджет позволяет купить только ее, пусть, но вы лучше приобретите ее, и после окончания срока эксплуатации вы просто поменяете ее на какой-то другой более удачный вариант. Но, опять же, вы постелите себе, по крайней мере, недорогую паркетную доску, чем вы возьмете ламинат. Насколько экономичнее он бы не был. Почему ламинат плохо стелить мы уже касались с леонидом. Если кто-то только что подсоединился к нашему эфиру, я прям тезисно повторю. Я не буду говорить о его неэкологичности и вредности. Этого никто не докажет, потому что вам представят целый веер сертификатов вегинических, европейского, причем образца. Ламинаты – это статическое электрическое образце. Ламинаты – это отсутствие естественной амортизации. Это два. Это некомфортные акустические ощущения как для вашей семьи и для тех, кто живет с ними. В общем-то, мы все живем с соседями, никому не хочется портить отношения. Но и бог бы, казалось бы, с ними, подумайте о себе. Достаточно итак первых двух пунктов. А как проверять твердость древесины? Надо ли вообще проверить? Надо ли? Я думаю, что нет, потому что плюс-минус твердость древесины, она описана в определенных справочниках. Это информация есть в интернете. То есть вы можете посмотреть. Смотри, какой статус помещения. Это да. Но тут еще какой очень важный момент. Я вообще к этому был бы очень... Ну, я отношусь очень прохладно к этому показательству. Объясню почему. У дуба, который сейчас применяется, наверное, процентов на 70-80, в принципе, да, очень средняя твердость. То есть нельзя сказать, что это самая твердая древесина. Есть породы дерева, которые гораздо более твердые. Но, как правило, те породы дерева, которые гораздо более твердые, они гораздо более капризные. И это все-таки важно. Есть породы дерева, которые просто тонут в воде. Но эти породы дерева, как правило, достаточно, когда выходит солнце. Да, особенно если... ...потребности. И предложить можно абсолютно разные конструкции инженерные и породу дерева покрыть. Да. Поэтому вы уточните, может быть, мы более адресно ответим на ваш вопрос. Что именно вам выбрать? И стоит ли вообще замерять этот твердый древесина? Зачем? А вы бы себе, Светлана, какую древесину бы... ...породу дерева положили бы? Что ж так? Породу древесины. Породу древесины вы себе бы какую бы посоветовали бы? Себе? Лично. Лично и заказчику любимому. А, ну, заказчику любимому. Заказчику любимому я рекомендую в зависимости от их пожеланий. От образа жизни семьи. Что значит образ жизни семьи? Допустим, если вы чувствуете за собой, что вы, ну, так, не особо любите убираться и думать о том, что за напольным покрытием нужен какой-то особый уход, то я не посоветую вам брать массивную доску, например. Вот я не порекомендую, потому что ухаживать за деревом надо. Или столешницу, допустим, на кухне из массивого дерева. Я тоже вам не порекомендую. Вот. Если хозяева аккуратные, то почему нет? Вот, допустим, у меня есть семья, мои любимые заказчики, с которыми я давно, уже много лет работаю, я сделала не один объект. У них дома живут собаки разных совершенно пород. И маленькие, и большие, и когти у них очень длинные. Но в этом доме вот Вайзер Паркет прекрасно служит. Поэтому все зависит от потребностей и от бюджета. У каждого заказчика я знаю, что предложить под его. Уберут, подзволяем бюджет. Мы купили паркет Вайзера. Он качественный, он даже собачка. И все, что они делают с деревом, он выдерживает. Не выдержала лестница, там, погрыз щенок. А паркет абсолютно ничего. Что касается себя, ну, я думаю, не хожу на куклуках. Я бы себе, мне очень нравится текстура американского оеха. Честно. Вообще мне нравится очень оехать. Сам по себе. А американский оех – это для меня вот какое-то орицетворение домашнего улыбка. А кусиков по паркету рекомендуете ходить? Конечно. Это же дерево, оно амортизирует. Это естественная амортизация. А что выбрать? Лак или масло? Опять же, зависит от того, какие у вас цели, какие у вас и у вашей семьи особенности. Лак, он защищает древесину. Он делает напольное покрытие стабильно. Пролили вы на него кофе, вино. Вот любимые наши примеры, да, ну, что ходил там свеку. То он, конечно, отмоется. Ему ничего не будет. Это же лак он очень хорошо защищает. Под лаком напольное покрытие можно, в общем-то, даже с прихожей разместить. Если взять качественный, опять же, материал. Не обязательно при этом дорогой. Просто хорошего, проверенного производителя. Вот. А под маслом красиво и вроде бы экологично. Ну, не вроде бы, а экологично. И поры открыты, и дерево дышит. И это прямой контакт с текстурой, с корой дерева. Но это, конечно, очень капризный материал. Если вы понимаете, что вам просто не хочется или нет времени убираться, тем более, что это бесполезно, если вы пролили на масло. Далее тоже красное вино, вы его уже не отмоете. Если сразу не вытерли, то... Это под маслом. Вы его не отмоете. Оно глубоко проникает в волок. А можно ли как-нибудь это проверить до покупки? Конечно, можно и нужно. Да, вот с этим вопросом, к счастью, к нам уже стали обращаться. И стали обращаться достаточно часто. Когда клиент говорит, у меня дилемма. Я вот, мне говорят, что полы под лаком, это не здорово. Потому что это пленка, полы под маслом, это классно. Это ремонтопригодно. Да, да. Значит, смотрите, не все настолько однозначно. Я абсолютно собираюсь с Светланой. Я не за лак, я не за масло, я за правильный выбор под конечную цель. То есть, и до того, как клиент выберет, я должен... Я считаю, что я как профессионал просто должен объяснить, какие есть свойства у лаковых пленок, лаковых покрытий, какие есть свойства у масловых покрытий, особенно в контексте стойкости к жидкостям и ремонтопригодности. Поэтому, если у вас стоит выбор, паркет под лаком или под маслом, вы можете просто обратиться, например, к нам, как к профессионалам этого делать. Мы совершенно спокойно, даже ваш паркет, который вы планируетесь покупать, просто практически не делается очень легко. Светлана, а что сейчас в тренде по цветовым решениям? О, хороший вопрос, да. Ну, как это в тренде цветовое решение? Ну, в тренде сейчас, опять же, повторюсь, экологичность и отсюда, и цветовые предпочтения в отделке натуральных материалов. Дерево – это, прежде всего, натуральный материал. И, конечно, людям хочется часто сохранить его естественную текстуру и его естественный цвет. То есть, из-за того, чтобы он выглядел дулом, а не был тонирован и подарен. Я считаю, вот это вот правильно. Что в тренде? Ну, затрудняюсь сказать. Я-то, наверное, тот неправильный дизайнер, который, ну, в курсе как бы трендов, но особо не заморачивается на тренде. Главное, я считаю, комфорт и имитация чего-либо. Ну, не очень я это люблю. Повторюсь, если дуб тонировать под орех, но только в крайнем случае, если вам очень сильно нужен цвет ореха, а вы по каким-то причинам не хотите покупать орех, допустим, из-за его там прочности. Он все равно не будет орехом, это будет коричневый дуб. Ну, почти будет. Да. Да, поэтому в тренде, если уж так говорить, в тренде экологичные цвета и фактуры, так сказать. Мы за последнее время, вот после того, как мы провели безумное количество тестов, мы отобрали себе несколько производителей, достаточно сильно насытили наш салон. То есть вы видите, что у нас очень большая такая цветовая палитра. Но действительно, мы тоже заметили, что клиенты приходят, они говорят, что у нас большая цветовая гамма, то есть можно выбрать совершенно на любой вкус. Нужно там тысячу вариантов белого, я не знаю, там 50 оттенков серого, из натуральных традиционно много, ореха много. В общем, и в принципе, на любую ценовую категорию мы можем удовлетворить клиента. Но действительно, я... для, может быть, каких-то отдельных зон. Слушай, я вот это у вас еще не делала. Авантюрная отделка. Нет, авантюрная вот такая вот, красная. Ну, вот это тоже, кстати, да, были такие проекты. А все-таки я уже проявляю, инженерка или массив? Вот так, если... Ну, не говоря о том, что там расширяется, сужается, все-таки вот если по покрытию, по прочности. Значит, в какое помещение? В живое, в гостиную. Ну, допустим, в гостиную. Давайте я, наверное, отвечу здесь, да? Потому что я больше за техническую сторону. Значит, смотрите, по поводу массива, да? И как откладывать? Почему массив сейчас отошел на второй план? Почему много инженерки? Во-первых, это началось с европейцев, потом это точно так же докатилось и до нас. Да просто сырья нет. Просто достаточного количества сырья нет. Сейчас остались единицы производителей штучного паркета, которые делают, ну, достаточно хорошие паркеты. Нам больше зло, у нас, слава богу, есть прямой контакт с производителем. У нас на славе всегда большое количество штучного паркета. Практически, ну, я скажу, наверное, так, большая будет редкость найти качественную массивную доску, хотя тоже она у нас есть, но уже не в таком большом ассортименте, как это было раньше, когда вот по щелчку пальцев можно было массивную доску, завтра вам ее сделают. Да, особенно, когда это какие-то большие объемы, это всегда либо крутые зоны самопроизводства. Поэтому из инженерных конструкций, конечно же, как мы сказали, да, то есть, ну, надо выбирать исходя из толщины рабочих условий. Вы укладываете, как, все-таки на стяжку или все-таки на фанеру отличную? Отличный вопрос, спасибо. Значит, смотрите, если, во-первых, надо сначала понять, что же такое качественное основание, да, то есть сейчас, к сожалению, мы имеем, что очень большая боль всех строителей и вообще любого строительного процесса это некачественные стяжки. Но, слава богу, у нас есть методики измерения, то есть стяжка определяется по основным читаемым показателям, она должна быть прочная, ровная, сухая и чистая. Вот, если все эти показатели удовлетворяют, тогда, в общем-то, все, кроме широкоформатного массива, вообще, в принципе, массивной доски, можно укладывать вообще без фанеры. То есть фанера как-то сама по себе как таковая, да, она уже, в принципе, не нужна. Более того, мы с опытом поняли, что фанера сама по себе является многослойной конструкцией, имеет большое количество клеевых швов и в случае, не дай бог, каких-нибудь ситуаций, имеет способность... Да, какова фанера. Да, такова, да, да. То есть еще надо понимать, какая фанера. Европейцы вообще никогда фанеру не применяли в своей работе. Они говорили, что вот, пуск их денег много, они сначала кладут паркет из березы, называли его фанерой, а потом сверху кладут паркет из дуба или ореха. Ну, типа, они там богатые, и все хорошо. Сейчас уже и до нас докатилась эта тенденция, потому что никто не хочет, да и в этом смысла нет. Слава богу, пришло новое поколение эластичных клеев, которые позволяют кладут паркет прямо на стяжку. Ну, так вот вопрос шумоизоляции. Все-таки, когда пятнашку фанеру кладешь, клей, там, ее тоже присверливаешь. Есть такое дело, чем толще деревянная конструкция, тем больше шумоизоляция, но в том числе вот эта... Фанера, мне кажется, не особенно изоляция. Не особенно, она недостаточно, да. Клеевые вещи. Да, но вот это как раз новое поколение силаномодифицированных клеев, они в том числе работают как демпфер, то есть вот в том числе звукопоглощающие. Тогда еще вопрос, клеить или класть на подложку? На подложку однозначно клеить. Сто процентов клеить. Сто процентов клеить, потому что... Прямо на стяжку. Прямо на стяжку, да, потому что если мы возьмем, вот это тоже, к сожалению, большая боль, когда мы приезжаем на объекты и видим, что плавающий пол он уложен на обычную дешевую пенопропилетовую подложку, на самом деле любая пенопропилетовая подложка, она в течение первого года-двух она просто сменается и получается так, что у вас плинтус висит в воздухе, а маркет висит под ним и в этом месте вскапливается безумное количество просто пыли. И вот эти... А массив тоже наклеить, да, массив? Массив всегда наклеить, конечно. Нет, без фанеры, я имею в виду. Если массив не большого размера и вы уверены в том, что это действительно хороший производитель, стабильный материал, 20 мм. В Ацаху я бы все-таки, наверное, не... Фанеру. Я бы рекомендовал все-таки. Но у нас еще на фанеру, да еще и присверлить. Обязательно, присверливание нужно именно для фиксации до того момента, пока клей не застынет, для этого, собственно, здесь много еще зависит от нулевого уровня пола. Конечно, конечно. Поэтому одно дело вашей рекомендации только на клей, только на клей. А другое дело, когда мы клавиум на клей и расхождение с основным полом, который... И все. Если есть, не важно. Нет, это в том числе вот... Здесь никуда. Если поздно выбрали, тогда конечно. Если у тебя уже плитка лежит, и мы тебе уже демонстрируем. Нет, а тут невозможно все равно, невозможно подтянуть, я почему говорю из личного опыта, невозможно подтянуть размер паркета с клеем, да, под плитку. Физически невозможно. Нет, почему? Есть... Заказчик выбирает плитку, да, извините меня, она там сразу два с половиной, к примеру, образно, да, и все. И мы никуда не денемся. Ну, мы считаем, что эти все вопросы нужно обсуждать, на этапе согласования. Да, поэтому я говорю, одно дело рекомендация, другое дело то, что мы имеем на самом деле, наяву. Вот проклеить все-таки вот опять-таки курица или яйцо, да, вот кто-то говорит, что клеить не надо, вот как раз затопит, или вы взяли ламельки там и забрали, вынули как конструктор, ну вы поставили. А с другой стороны, вот лично мое мнение, когда мы вот все клеили на фанеру, я вот хожу, даже и чувствую, что по-другому звук, по-другому все. Вот я заклею и зафанеру. Абсолютно правильно. Постаю надежно, как у себя чувствую. Ну, а вот это вот любой каблук стучит, это все как пустышки. Что-то падает, вы сразу слышите, да? То есть вот, почему многие вот менеджеры советуют, очень многие менеджеры по паркерной доске советуют именно, ну, как бы не клеить, а вот как конструктор собирать. Именно потому, что что-то поцарапалось, и вышло из строя, вынули, а склеивать типа уже никак. К сожалению, к сожалению, опять же говорю, что очень часто бывает, что по разбору этой доски через какое-то время просто замки ломаются и назад ее не соберете. Вы ее назад просто не соберете. Поэтому это такой некий миф. На клееную ламель все будет? Да, на клееную ламель можно поменять. То есть, в принципе, квалифицированный мастер эти вопросы все совершенно спокойно может решить. Вот. Светлана, у меня вопрос. А вот художественный паркет, вот какие-то рисунки геометаллические, это все уже прошло, вышло из ноты? Или как? Или все-таки остался такой клиент, для которого такие полны? Знаешь, недавно тоже думала об этом. Раньше что не проект или через проект художественный паркет уже привыкла делать эскизы, даже практически сама уже относила готовые. Вот. Сейчас, видимо, жизнь стала настолько динамичной, действительно. Никто не живет на одном месте по-долгу, как-то вот в мегаполисах сейчас это было так вот дешевым джок. Ну, если только в загородных домах и то. Почему-то сейчас это перестало быть актуальным. Может быть, тенденции, более упрощенные стили дизайна сейчас в моде, очень мало чисто классических стилей применяется в интерьере, люди отказываются чаще от чисто классического интерьера, такого канонического, такого уже давно нет. Может быть, вот с этим связано. Мне кажется, это современный образ жизни, во-первых, это раз, то, что мы меняем места нашего пожелания. И определенная мода, да. Тот же эко-стиль, он диктует какие-то более простые способы уголовного. Но мода же возвращается, елочка же вернулась. Да, вот, хотелось сказать, что вернулась, но елочка вернулась. Елочка вернулась, потому что ретро сейчас шагает у нас по стране очень актуально из стиля ретро. Но, тем не менее, никто елочку постелив себе английскую елку, никто не скажет, что я себе постелил советскую елку, сандеповскую, да. Хотя, по сути, с вами тот же самый рисунок, который действительно смотрится на мобильный. Это зависит от возраста, говорящего. А то, что в мире в Америке зависит. Да. Я как ребенок советский, я бы сказала, а вот советская елочка. Как в стране. Если бы она была 6-7, 7-7. Ну, как дизайнер, я бы, конечно, не сказала. Леонид, все зависит от того, насколько это все предложено. Если я предлагаю в проекте, и убеждаю в Америке, что именно он будет к месту, поэтому я не могу сказать, модно, не модно. Здесь все зависит от предложения. Совершенно верно. Нет, от общей стилистики. От общей стилистики. Причем художественные пакеты совсем не обязательно там цветочки, завитушки. Да, это может быть просто какие-то модули. Или модерны. Нет. Поэтому, когда показываешь разницу, да, обычный расклад пакета, или на самом деле художественная не значит шереметьевская звезда. Но мне все-таки кажется, что вот коллеги, мне кажется, что вот как отказались все-таки мы от ламбрикенов и суак в текстильном сезоне, да? Ну, не везде. Я думаю, что так же мы отказались не то, чтобы на совсем, не то, чтобы везде от художественных пакетов, потому что, повторюсь, сейчас тенденция на визуальное упрощение, на вот такую экологичность в визуальном построении интерьера. Мне кажется, в этом все дело. Композиции упрощаются. Еще был маленький вопросик насчет фаски. Насколько она нужна, что это такое, для чего она? давайте, например, и да, вот допустим, просто модулем мы покажем, что такое фаска. Фаска вообще сама по себе, чтобы было понятно, да, что есть фаска. Фаска – это декоративная щель. То есть, это паркет, который изначально постелили со щелями. Для чего? Да для того, чтобы когда произойдет какое-то изменение геометрии, та щелочка, которая будет здесь внутри, она изначально уже не будет никого травмировать, потому что мы изначально это дело видели. В крупных форматах фаска необходимо для того, чтобы усиливать эффект, то есть, подчеркивать именно эффект большой доски. Это как идет действительно украшение. Я считаю, что фаска – это очень хорошо и очень здорово. Другой вопрос, что с точки зрения ремонта приводности. Через в случае хорошего покрытия, через 15-20 лет, когда придет вопрос о том, что нужно будет перешлифовывать этот паркет, имейте в виду, что фаска просто будет сошлифована, причем там будет два варианта. Либо вам предложено, что фаска будет сошлифована не везде одинаково, либо сошлифована везде абсолютно полностью. К сожалению, я пока не знаю, кто бы делал восстановление фаски, а реально, качественно и ровно. Вот мы очень много общаемся с этими мастерами-пакетчиками, пока я такой технологии не владел. Нет такого. Ну да. Ну я как дизайнер скажу, что фасочка добавляет архитектуры в покрытие. Особенно, если речь о классическом интерьере. Ну, мне кажется, незаменимый нюанс. В современном интерьере, возможно, можно обойти. Мне просто нравится, как статично, когда человек, вот я хожу босиком, я чувствую вот это. И тактильно инвесу, вальто, я сожду. Ну, в своем роде. Она в Америке хорошо разделяет. Да, разделяет. Больше читается. Элементы, да, и сумма читается, если просто подчеркиваю. Для экстатов, ну что, давайте, наверное, подведем итог тогда. Да. То есть, не все так печально в нашем мире, да? Нет, все совсем не печально. Все, по-моему, очень даже хорошо сейчас, тенденция к тому, что все делают ремонт, потому что... Больше ничего не останется. Больше ничего не останется, поэтому это наше время. Потому что это стало основным местом в развитии досуга и даже и работать. Да. И я считаю, что поскольку мы все-таки все вместе находимся в одной лодке, то есть, мы дизайнеры, архитекторы, как творцы всей красоты, наши с вами клиенты как конечный потребитель, ну и мы, как скоромные исполнители паркетных работ, я считаю, что мы должны быть за единое дело, чтобы нам... Самое главное, в мое мнение, да, это репутация. Репутация, это наша с вами репутация, это самое главное. Поэтому я считаю, что нашему клиенту вот сейчас нужно с ним поработать, донести вот эти все аспекты, чтобы... Ну, я своему клиенту говорю, мне перед вами не будет стыдно через 10 лет, если у вас будет вот такой вид на пользу в паркетах. Мне кажется, это действительно хороший рабочий аргумент, который убеждает клиент, и клиент тогда в этот момент действительно начинает призадумываться, что не все напольные покрытия одинаково, отличаются только жадностью и на церкви производителя, и продавца. Поэтому давай вот тогда по пунктам сейчас попытаемся еще раз... Золотую середину найдем. Мы собирались говорить, да, в чем золотая середина, допустим, на средний бюджет, или на экономный бюджет, или на высокий бюджет, без разницы. Каждый выбирает для себя вот этот план полуиндивидуально, но параметры выбора, они одни и те же. Значит, первое, это толщина... Толщина рабочего слоя, то есть это сорок службы, делите стоимость вашего пола на толщину рабочего слоя или на потенциальное количество лет, то есть количество ремонтов, которые вы сможете пережить. Чем выше толщина рабочего слоя, тем большее количество реставрации вы сможете развести. Тем, конечно, в итоге экономнее будет этот парк. Тем ваше вложение долговечнее. Долговечнее, ваши инвестиции, да. Защитное покрытие выбирайте, исходя из тех требований. Лак или масло. Да, лак или масло. Посоветуйтесь с профессионалами, мы вам просто подскажем, исходя из... Мы с вами поговорим, обязательно поймем, кто будет жить, какие там будут происходить процессы и просто по-честному посоветовать. Да, какое помещение, какой статус, какая функция этого помещения. Одно делает комната, другое делает прихожая или кухня. Некоторые даже в кухне хотят видеть дерево на пол. Да. Так, уже покрытие. Защитное покрытие, да. Стабильность самой по себе конструкции. Если вы выбираете многослойную конструкцию, мы знаем, как это проверить. А если пойти по простому пути, то просто выбрать из проверенных, надежных производителей, и тогда вы будете уверены в том, что... Ну, простой покупатель вряд ли ориентируется, какой производитель надежный. Ну, поскольку мы сидим в одной лодке, и мы работаем уже достаточно на одной, планируем работать еще долго, мы, конечно же, себе не сможем позволить какую-нибудь, да, сомнительную продукцию на нашу. Ну, это да. Короче, хоть рекламный этот вебинар, а все сводится к тому, что обращайтесь к профессионалам. Доверять надо профессионалам, да, доверяйте профессионалам, это в конечном итоге получается самое правильное. Правильно выбирайте поставщика, вот так бы я сказала. Правильно выбирайте поставщика. Возможно, вы спросите у своих коллег или покупателей, спросят у специалистов своих друзей. В общем, пользуйтесь личными рекомендациями друг другу. Варфан на радио. Да. И доверяйте архитекторам и дизайнерам. Конечно, то же самое касается архитекторам и дизайнерам, то есть доверяйте проверенных, потому что, ну, слушайте рекомендации, то есть попросите предоставить, какие проекты уже были сделаны. Наверняка можно будет увидеть все эти инженеры и, возможно, попросить даже у клиентов, если все. Действительно, любой специалист, который работает долгие годы, в первую очередь, дороже своей репутацией. Да, поэтому я тоже подводя итог, в исключении скажу, если вы слушатель, наш слушатель, если вы дизайнер, помните о том, что вы грабите в своей репутации и должны посоветовать такой материал, из которого не будет сведено, ваша репутация профессиональная не пострадает, а если вы покупатель, значит, не забудьте о том, что на напольное покрытие экономить нельзя. Так же, как на электрике, то же самое, тот же статус расходов на вашу репутацию. Да, и это вовсе не значит, что это должно быть обязательно дорого, это значит, что просто надо найти полноту и середину. И это все реально. Доверяйте профессионалам. Друзья, те, кто не успел в онлайне поучаствовать в нашем вебинаре, пожалуйста, дописывайте комментарии, в любом случае, мы их отслеживаем и ответим на все ваши вопросы. А всем участникам сегодняшнего нашего мероприятия, кто пришел к нам лично, большое спасибо. Никуда не уходите, у нас сейчас будет небольшая... Да, небольшой такой... А всем, кто нас слушал, если вам действительно сегодня все понравилось, то в качестве благодарности мы принимаем ваш репост этого нашего мероприятия. Сделайте так, чтобы другие наши коллеги и клиенты увидели это, послушали это. А даже если вы опоздали на эфир, то слушать будете записи, все равно пишите вопросы в комментариях, мы их увидим, обязательно ответим по мере. Браво, Вернисаж! И добро пожаловать в компании Вернисаж сюда в Москве на Бутерский вал, в Санкт-Петербурге. Приходите к нам в гости. Весь декабрь мы всем нашим партнерам даем подарки, а в следующем году мы, как всегда, возобновим наши семинары, мы возобновим наши вебинары и всякие мероприятия именно по просвещению, по обучению. Увидимся! Спасибо!